Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Напоминаю, что новости я афиширую не все подряд, а те, которые могут заинтересовать туристов здесь в стране. И самое главное то, чем интересуются сами жители, чем живут турки. Так что давайте приступим. Давайте немножко поговорим о карантине, который якобы как бы у нас закончился, непонятно что, да? Конечно же нам дали, не оправдались наши обещания, нам дали не все то, что обещали нам бы хотелось. Да, 17 мая в понедельник у нас закончился тотальный локдаун. Ну, насколько он был тотальным, это тоже большой вопрос. Парочка моментов-то было интересных. Это уже говорит о том, что эта вся система дает определенный сбой, правила не до конца продумываются, а сказать что-нибудь продавать алкоголь. Все ломанули покупать алкоголь. И по статистике официальной в интернете уже опубликовали, что продажи перед этим локдауном алкоголя превысили продажи алкоголя перед локдауном новогодним. То есть вот вам о том, что турки не пьющий народ, и как люди вообще, чем они занимаются, когда сидят дома во время локдауна. И, ну, первые там до 4-го, до 5-го мая нам все это продавали алкоголь, начались разговоры в интернете, в итоге его прикрыли. Затем, спустя неделю, новый прикол. Было недовольство фермеров, людей, которые производят сезонно фрукты, овощи и всякие продукты питания. Они не могут, две недели это очень большой, простой, пропадают сезонные фрукты, овощи, они гниют. Соответственно, кто будет нести эти убытки? Никто. Поэтому разрешили пару раз, там у нас до Байрама, до праздников, сделали базарные дни, разрешили сходить на базарную. Ну, то есть ты не мог ехать на машине, но если это твои шаговые доступности, то ты можешь посетить базар, купить продукты, фрукты, овощи, вот эта вся история, да, чтобы просто было куда-то реализовать эту продукцию. Потому что этот локдаун, естественно, не был запланированный, да, и фермеры не планировали свои поставки, там, как произрастать, производить продукцию и тому подобное. Окей, проехали дальше. Следующее недовольство начались уже работниками маленьких отдельных магазинов, были закрыты торговые центры, частные магазины точечные. И они начали, скажем так, тоже высказывать недовольство. Пикетов там, сборищ таких не было, но это было все в интернете, люди подписывают всякие петиции недовольные, и государство рассматривает эти петиции. Честно сказать, система с петициями довольно-таки работает, несмотря вот как бы с Россией сравнивано, ее никто там не замечает. А здесь вот как минимум можно всяко критиковать, но тем не менее, вот осенью, когда закрывались сады, родители частных садов писали петиции, нам их потом открыли после этого. То есть это массовое такое обращение людей. Было массовое обращение руководителей, работников маленьких магазинчиков, которые продают игрушки, домашнюю утварь, посуду, всякие, знаете, English Home, то есть шоп детский. И вся вот эта история книжные магазины, ДНР и все прочие, они объединились, написали правительству претензии, посыпались, что почему мы закрыты, две недели терпим убытки, а в магазинах супермаркета, где есть продукты, там же стоят товары домашнего быта, тарелки, сад-огород, детские игрушки, книжки, канцелярии и тому подобное, вещи, даже одежда какие-то минимальные домашние, там тапки есть. Почему, типа, люди, вы, это не справедливо, скажем так, да, рынок сбыта получается, не конкурентная ситуация, то есть каждый, у кого есть супермаркет, может это продавать, а мы, получается, обделены, это нечестно. Поэтому нам последнюю недельку закрыли, запретили вообще в магазинах продукцию продавать вот этого содержания, только необходимые продукты питания. Как мы вышли из локдауна? У нас стали закрытыми рестораны, они только на пакет-сервис работают, у нас закрыты, так, спортивные клубы, любые массовые мероприятия, свадьбы разрешены, расписываться можно, отмечать свадьбу, родственниками гулять, снимать банкетный зал нельзя. Госучреждения, естественно, все работают, никаких там развлекательных парков, центров, лунопарков, чего-то подобного нет. Все, что происходит на территории отеля, например, анимация, развлечения, питание, алкоголь, все на территории отеля, когда вы покупаете, например, пакет на тур, это все разрешено, это можно за территорию отеля. То есть маленькая территория отеля, это ваш такой мир, где можно делать все. Поэтому в локдаун вот это две недели очень многие турки ломанули в теплые места нашей страны, да, это Анталия, Марморис, кто успел доехать, потому что там между городами у нас тоже было перекрытие, нельзя было передвигаться в Чешме, например. И, в общем, многие турки пересидели эти две недели, кто не работает, да, или на удаленке. Они были в отелях, где можно там тусоваться, гулять, но за территорию отеля выходить можно, но как бы за ней ничего делать, нечего, скучно. Ну, в общем, многие стали так сообразительно относиться, отмечают сами турки, едут в отели. Поэтому, когда выходили с локдауна, у меня очень многие спрашивали, где были, о чем занимались, вы в отель не ездили, то есть очень многие предприняли такие действия. Что у нас на данный момент, до 1 июня мы ждем, с 1 июня будут какие-то новости по поводу открытия спортивных клубов, ресторанов с правом беседок каких-то, да, то есть открытой площадкой, незакрытые рестораны, то есть где нету рядом столиков на улице, поставить с проветриванием проблем, они будут открыться в начале первых числах июля только. Ждем мы новостей каких по поводу вакцинации, она активно сейчас продвигается, и, естественно, все ждут туристов туристического сезона. Напомню, что Украина усилила потоки, туристические направили еще один дополнительный рейс к Анталии туда. Пегасус вроде бы летает у вас. Турки ждут, готовятся, стараются снижать показатели всякие коронавирусы, пандемии. Вопрос политический спорный с Россией сейчас идет, в общем, будем ждать 1 июня, что с этим будет у нас связано. По поводу открытия туристы приезжают, кто из России летят через Минск. Знаю, что с самолетов, которые аэрофлот регулярные, два рейса турки Шерилайнс, Москва, Стамбул летают два раза в неделю, да, и есть два аэрофлотовских, вот которые аэрофлотовских знакомых моих уже снимали, то есть как в виде туриста ты не можешь лететь. Летят только те, кто с паспортами турецкими, турки, либо наши девушки, кто замужем за турком, у кого там есть дети и все такое прочее, то есть это свое постоянное местожительство здесь в Турции. Кто что знает, напишите мне в комментариях, очень интересно узнать эту информацию, я просто обдумываю, я не знаю, как мне, например, сейчас привезти маму сюда, в Турцию, через Минск лететь по состоянию своему здоровью, она просто не может с двумя пересадками. Сидим и ждем 1 июня, будем решать, что делать, как, кто может лететь на этом рейсе, то есть аэрофлот продает билеты, но при посадке в Москве на этот рейс они снимали людей, это уже зафиксированный факт моих знакомых был. То, что я уже не понимаю, у меня в голове просто каша на эту тему, может кто владеет свежей последней информацией, пишите в комментариях, интересно почитать и людям поможете, да, информацию дадите. Теперь к стране, к Турции, какие у нас здесь новости интересные, они здесь есть. Когда у нас заканчивался Байрам, мы же всех держали специально дома, потому что Байрам принято, знаете, это напоминает нашу Пасху, да, был пост и потом все активно кушают сладости, дарят шоколад. Дети здесь ходят, собирают сладости, как на Хэллоуин американские, то есть трикают, да, они ходят с лукошком, конфетки собирают по домам, такая же здесь есть традиция сладости, пекут шоколадом, именно шоколад кушают, угощают шоколадом, просто плиточным шоколадом, всяко-разно, в общем, конфеты шоколадные и тому подобное. В общем, надо общаться активно людям и передавать, скажем так, бактерии, поэтому у нас здесь активно все держали до конца Байрама, чтобы люди не поехали к родственникам, важно навещать родственников, дальних родственников, делиться едой, жертвовать, давать деньги, еду людям, неимущим и тому подобное. Это традиция, и в общем, чтобы этого не было, взаимообщение в этом году, нас держали, да, на карантине. И когда все это сейчас у нас закончилось, в последние дни такая напряженная обстановка была, у нас был чемпионат страны, стал чемпионатом Бешикташ по футболу, это всмотрится страна, естественно. Вывалили вечером, в ночь точнее, когда это произошло, все на улицу, всем было наплевать, полиция уже никого не останавливала по всей стране, люди просто праздновали победу. Но так будет каждый год, в том году вроде бы да не было чемпионата, и вообще из-за пандемии отменили, в этом году проводили на пустых стадионах игры. Следующий момент, когда все вывалили, это когда начался конфликт Израиля, Газы, в общем, вся эта история. Естественно, Турция за Палестину, на их стороне, они всегда на их стороне, потому что это религия, и когда было нападение на священную эту мечеть, это самая бурная сейчас тема в обществе, которая не утихает уже больше недели, это на официальном управительственном уровне, это не только сплетни, все новости только у нас об этом, это очень-очень для них важно. Бойкоты Израиля как раньше нет, потому что у нас очень активная Турция идет в торговлю с Израилем, обычно они как делали раньше, вот еще несколько лет назад, когда последний, в 15-м, да, вроде ли в 16-м году был тоже активный такой конфликт Палестина, они, турки, сразу перестают покупать продукцию израильскую, поддерживать фирмы, то есть бойкотируют, скажем так, бойкоты от кассы именно экономические финансы, до момента ничего нет, деньги, как всегда, превыше всего, да, но люди очень сильно ругаются, объяснуются, это касается не только религиозных людей, в этом конфликте, скажем так, поддерживают Палестину эту сторону, здесь турки и светские, и нерелигиозные, все, 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 это беда и проблема, объединила всех, и они все на этой стороне, здесь никого нет за Израиль сейчас, но, честно скажу, я не видела бы, чтобы тут были какие-то гонения, если здесь, да, евреи живут, каких-то антисемитских настроений, там, вот в этом роде, я, честно скажу, просто им нет вот этих конфликтов каких-то открытых людей, да, гонений и всего прочего, в Стамбуре я этого такого не вижу, но обстановка очень острая, плюс еще отмечу, что люди вывалили также на улицы, когда было только вот этот обстрел и нападение первой жертвы, у нас тоже здесь были типа а-ля митинги, в центре Стамбула вышли люди в масках, но им было наплевать, они вот шли, привлекая внимание к этой ситуации, протестовали, а затем, как многие говорили здесь люди, это же сплетни вам, да, местные рассказывают, другие люди говорили, что что ж вы не протестовали, против карантина так не шли, а послушно сидели дома две недели, в конце, в последний день вывалили по другому поводу, который не в вашей стране происходит, такие тоже мнения есть, и очень многие там на машинах сигналили, выходили на улицы, в общем, это было очень массово в первый день, потом это все улеглось на уровне интернета, телепрограмм, новостей и всего-всего вот этого, в общем, тема не утыхает до сих пор, и Турция очень направлена, скажем так, как в Саббезе ООН заседания проходят, там делегации и мнения, они прям написали план о том, как решать этот конфликт, в общем, конкретно Турция влазит, и Эрдоган заявил недавно, что это вопрос прям турецкий национальный, это касается впрямую нашей страны, но оно и понятно, не только них там поддерживают, но очень рядом с нами, это у нас под боком происходит, и любой конфликт надо его гасить, как-то решать, я не к тому, что кто на к чьей стороне, а вообще, в принципе, конечно, в дальнейшем это будет разрастаться, это опасно и для Турции в том числе, это вооруженные столкновения, неизвестно, что, куда, как пойдет, в общем, довольно-таки острая тема здесь в обществе, она сейчас самая обсуждаемая. Так что сейчас мы здесь продолжаем жить, у нас открыли детские сады, возобновили очное обучение в 8-12 классах в школах, другие школьники, младшие, они сидят до сих пор на удаленке дома, учатся, кружки и секции, профессиональный спорт, которые, они открылись, а просто как развлечение для детей, просто доп-занятия непрофессиональные, там, пианино, может, еще что-то, оно не работает. Ну, вот я говорила, сектор массовых развлечений, спортивный клуб, потому что закрытый, и секция, как правило, спортивный спорт меркезии для детей, да, клуб для занятия спортом для детей, какие-то послешкольные, досуговые, вот это все не работает у нас, только профессиональный спорт. Так что мы ждем 1 июня, скорее всего, это будут открывать. Это все, опять мы подвешены на эту статистику, будем смотреть, что там с Россией, это проблема границ России, туризма и Израиля. Сейчас это две такие активные темы, но Израиль, конечно, все перекрывает, туризм уж вообще далеко там на пятый план задний, но работники туризма, отелей, курортов, они, конечно, ждут вот этих новостей, все в ожидании, туристический сезон для них, конечно же, очень важен. Такие новости сегодня в Турции, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, мне очень приятно ваша активность на канале, ставьте лайк этому видео, если оно было полезным, для вас свежие новости, скоро увидимся, всем пока!